привет дорогие друзья это очень необычный выпуск ну что это реклама денег или антиреклама бедности это выпуск о том как в 20 лет я зарабатывал полторы тысячи долларов и не должен был никому ничего а уже в 30 мой долг составлял 625 тысяч долларов несмотря на все успехи как могло так получиться как как это наша рубрика explainer очень сложные вещи очень простым языком а еще буду немножко рисовать и называется он деньги ошибки молодости мне кажется многие люди загоняют себя в неправильную установку что деньги это плохо почему это происходит потому что денег у них нет и для того чтобы оправдать себя они не задают себе вопрос почему у меня нет денег что я делаю неправильно они говорят так они на самом деле мне не очень-то и нужны потому что деньги обычно зарабатывают подлые люди жесткие люди гадкие люди а мы хорошие люди да это наш удел большой духовный мир восприятие понимание в этом возможно есть великая сырмяжная правда чушь 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 деньги это круто как минимум с трех точек зрения что вы можете позволить себе классную медицину хорошее образование для своих детей помочь другим даже этих трех причин достаточно для того чтобы постараться заработать деньги кроме этого деньги это краски с помощью которого вы можете создавать новое это что самое важное деньги это ваше право сказать нет тем вещам которые вам не нравятся тем вещам которые вас не вдохновляют или тем вещам которые выходят за рамки вашей морали а еще не говорю по поводу просто базовой радости жизни связанные с комфортом связанные с путешествиями связанными с какими-то другими вещами все это могут дать вам деньги поэтому первое что я предлагаю принять как факт деньги это хорошо очень важно принять тот факт который не хочется принимать что в современном достаточно капиталистическо-прагматичном мире человек является товаром точнее товаром является то какую пользу этот человек может дать миру поэтому если вы даете миру маленькую пользу и ваша польза не уникальна ее может дать еще миллион или миллиард человек скорее всего вы будете зарабатывать мало и вы не можете в этом обвинять никого кроме себя если вы принимаете что вы товар ваша задача повысить уникальность этого товара и как следствие повысить его ценность и цену теперь вопрос что же такое богатый человек я не очень люблю слово богатство 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 потому что когда мы говорим о богатстве мы можем сравнивать себя не знаю с илоном маском или биллом гейтсом и всегда чувствовать свою неудовлетворенность поэтому благополучный человек это человек чьи активные расходы меньше чем его пассивные доходы прочитайте книгу богатый папа бедный папа мы делали на нее обзор в книжном черве первая книга которая зародила зерно в общем-то в моем мозгу по поводу того что я же блин предприниматель а не наемный сотрудник мне очень повезло родиться в очень благополучной семье моя бабушка мой дедушка моя мама все хорошо зарабатывали в советское время советское время в 80-е годы я думаю что вы можете поговорить со своими родителями или бабушками или вспомнить это время наш суммарный доход на семью всегда был больше чем 1000 рублей 1000 рублей это очень много в это время иногда полторы все что я помню про свое раннее детство это абсолютное благополучие мы отдыхали в пицунде мы летали в крым мы летали в сочи потом случился девяносто первый год и все улетело потому что творческая интеллигенция никому на переломе эпох и империи не было нужно и вот период с 91 по примерно там девяносто шестой девяносто восьмой год я помню великолепно и это период абсолютной бедности я бы сказал нищеты это означает что каждую неделю в пятницу у нас есть проблема что мы будем кушать в эти выходные каждую неделю мама плачет потому что она не знает где одолжить деньги что отнести в ломбард как можно найти еще какую-то халтуру верхом этого вот этого панковского момента я рассказывал об этом в интервью анатоличу это то что мы жили на первом этаже у нас была машина но у нас не было денег для того чтобы ее заправить в нашем доме на в другом подъезде жил алкоголик ли витя и он ночью вскрывал машины милиции которые приезжали в гостиницу мвд сливал с них бензин приходил стучал к нам в окно и горел дядь толь бензин где-то в коридоре они переливали этот бензин из бочки в канистры пытались на глаз определить сколько ему можно заплатить потому что это было намного дешевле чем заправлять машину на заправке ужас и это момент из-за которого я пошел работать 16 лет один из самых успешных дней в моей жизни это май 1996 года когда была опубликована моя статья меня вызвали на собрание мне выдали премию 100 долларов меня взяли штат на зарплату 28 долларов и еще мне выплатили какие-то гонорары и вот у меня в руках оказалось 250 долларов сша в девяносто шестом году это были очень большие деньги не знаю как сейчас наверное полторы тысячи долларов и мы пошли с мамой на базар и купили не самовар купили джинсы полосатую рубашку плеер и купили две фирменные кассеты одна из них было это точно помню red hot chili peppers 2 я не помню и вот я чувствовал себя наверное там самым богатым человеком на земле дела начали идти вверх я стал зарабатывать чуть чуть больше потом еще немного больше потом журнал закрылся я попал в рекламу и начал делать ошибки я думаю что первая ошибка которую делает человек который начинает зарабатывать больше чем вчера у которого появляются хоть какие-то деньги пусть даже пока небольшие это ложное предположение что так будет всегда про это есть много в песнях у гребенщикова было я помню тех кто делил дивиденд помню как они улыбались они думали так будет всегда боже как они ошибались жизнь если ее постараться нарисовать многим она видится как такая железная дорога которая идет вверх до было плохо стало хорошо а потом будет еще лучше к сожалению это не так я думаю что управление жизнью и управление бизнесом и управление своими доходами больше всего похожи на управление лодкой кажется что вот есть вот такие вот волны и в принципе это так есть черная полоса белая полоса дела идут чуть лучше дела идут чуть хуже и так далее но мы не находимся в вакууме поэтому мы находимся в части больших экономических и я бы сказал тектонических геополитических сдвигов, которые можно нарисовать примерно вот так. Потому что мы не понимаем, как будет двигаться рынок. Рынок будет так хорошо и долго расти, как примерно с 2000 до 2008 года. Он упадет и будет долго восстанавливаться, или он будет вот так вот делать, или это вообще не конец, а он полетит вот сюда. Как это будет, ты не знаешь. Поэтому вопрос заключается не в том, есть ли у тебя деньги сегодня. Вопрос заключается в том, насколько ты готов к тому, чтобы пережить кризис. Я об этом не думал вообще. И в принципе, тот главный момент, который я нарушил, он заключался в двух вещах. Вещь номер один. Вот это доходы, а вот это расходы. Закон номер один, связанный с богатством и благополучием, заключается в том, что чем сильнее ваши расходы будут отставать от ваших доходов, тем богаче вы будете. Какую ошибку сделал я? Я жил впритык и иногда чуть-чуть забегал вперед. Почему? Я же уверен, что все будет расти. Поэтому сегодня я могу потратить завтрашние деньги. Жизнь, она короткая. И я так этого хочу. И я так спешу. Ты живешь, исходя из гипотезы, что рост продолжится. А нужно исходить из гипотезы, что рост скачкообразно прекратится завтра. Если вы посмотрите на историю человечества, всегда были кризисы. Маленькие кризисы, большие кризисы, огромные кризисы. Вы не можете это игнорировать. Поэтому первый закон благополучия – взять в руки свои страсти. Потому что как только у вас появляются деньги, деньги жгут карман. Вы так долго этого хотели. И вот сейчас это тот момент, когда вы можете себе это позволить. Я вам приведу в качестве примера один момент. Мне первый большой бонус заплатили в конце 2001-го, начале 2002-го года. Я помню этот момент. Я был в бухгалтерии в районе 7 вечера. И мне отсчитывали этот бонус. Тогда не было карточек. И мне дали этот бонус наличным. И это была такая, ну, впервые пачка денег. Что я сделал? Я схватил такси или прыгнул в машину, я уже не помню. И я помчался в магазин Гранд Галерея. Я боялся туда не успеть, ведь он же закрывается в 8 вечера. Для чего я хотел себе купить пиджак? Зачем он мне был нужен? Я сейчас не могу ответить. Что я купил? Странный, замшевый, песочный пиджак. Еще с какими-то подплечниками. Который стоил для меня тогда безумные деньги. 300 долларов или 400 долларов. Я продал пиджак. Купил за 300 баксов, продал гривен за 300. То есть, по-моему, отлично я сделал. Но самая большая проблема была не в том, что он стоил 300-400 долларов. А в том, что на самом деле он мне был не нужен. Был пиджак, но под него не было брюк, не было обуви, не было ничего. Но вот я получил этот пиджак. И это было только начало целой цепочки абсолютно глупых покупок, которые были связаны с тем, что у меня не было опыта того, как правильно тратить деньги. У меня не было опыта того, как живет благополучный человек. Этот спонтанный, бездумный, преступный шопинг длился годы. Поэтому закон номер один. Возьмите за горло свое глупое потребление. Постарайтесь включить холодный мозг и выключить эмоцию. Потому что мои коллеги-маркетологи сделают все для того, чтобы с помощью спонтанных покупок убедить вам, что это все очень-очень нужно. Чем сильнее ваши расходы будут отставать от ваших доходов, тем благополучнее вы будете. Богатым является не тот человек, который много зарабатывает, а богатым является тот человек, который тратит ощутимо меньше, чем он зарабатывает. Что бы я делал сейчас? Я бы сел и я бы думал. Я бы разделил момент, когда я трачу, с моментом, когда я думаю. И сначала думал и делал план, а потом тратил, убрав фактор спонтанности. Когда-то в GQ была опубликована статья, что молодой человек должен взять с собой в отпуск. В этой статье был очень четкий список, что реально нужно. Джинсы голубые, одна штука, синий пиджак, не мнущийся, одна штука, плавки красные, одна штука, футболка белая, три штуки, рубашка белая, две штуки и так далее. Вам нужен этот список того, что вам действительно нужно, и купить эти вещи с самого высокого качества, которое вы можете себе позволить. Вы должны думать только о себе, и вы должны очень холодно, очень прагматично выстраивать свою жизнь. Почему? Если не будет вот этой вот дельты, а будет вот эта дельта в виде процентов, которые вы заплатите с банку, это просто вопрос времени, когда кризис вас накроет, и вы окажетесь банкротом. Для того, чтобы у вас все было благополучно, доход должен разделяться на три коробочки. Коробочка номер один, давайте я назову ее жизнь. Я уже сказал, что вам нужно заранее сделать план, вам нужно постараться максимально держать себя в узде, не покупая глупое, делая точечные, возможно, самые лучшие покупки. Я ни разу не пожалел о том, что купил что-то очень дорогое, что мне было нужно, как дорогую классную машину, но я очень пожалел, что я купил очень большое количество трэша, который казался мне нужен, и оказался просто пустышкой. Второй момент – это резерв. Почему? Если вы находитесь в море, это только вопрос времени, когда вы накажетесь в нижней части цикла. Или микроцикла, вас просто уволят с работы, или макроцикла, в стране начнется кризис. И здесь есть вопрос, будут ли у вас деньги для того, чтобы жить? Будут ли у вас деньги для того, чтобы продолжать действовать? Потому что если не будут, то в условиях вот этой вот нижней точки вам придется брать невыгодные кредиты под ужасные проценты, продавать активы за копейки, унижаться. Вам придется соглашаться на плохие предложения о работе, например. Поэтому ваш резерв – это ваше право на внутреннее спокойствие и ваше право на нет. В данном случае есть много теорий по поводу размера этого резерва, но все сходятся на том, что чем ты моложе, тем меньше он может быть. То минимум вам нужны деньги на то, чтобы прожить хотя бы 3 месяца, не сокращая расходы, без изменений вашего образа жизни. Но в идеале, чтобы у вас были деньги на 1-2 года вашей жизни. В резерве. И после этого возникает третий блок, который для меня сейчас, например, является супер важным. Это блок инвестиционный. Каким образом вы инвестируете деньги для того, чтобы завтра эти деньги приумножались, для того, чтобы завтра эти деньги могли приносить вам дополнительный доход? В данном случае, если ваша жизнь, если ваш бюджет не разделен на эти 3 части, у меня большие к вам вопросы. Вы можете мне сказать, как же нам разделять это на 3 части, если нам на жизнь не хватает? Но тогда здесь есть вопрос. Вам не хватает на жизнь из-за того, что у вас есть глупые траты, или из-за того, что вы мало зарабатываете? Мне здесь очень нравится выражение Тони Робинсона. Человек всегда преувеличивает то, что он может сделать за год, и недооценивает, что он может делать за 10 лет. Я предлагаю вам первое, что сделать. Поменять горизонт планирования. Потому что, когда вы говорите о деньгах, большинство людей живет в замкнутом цикле от зарплаты до зарплаты. От 1 до 30 числа. Вам нужно представить себе, что ваш цикл составляет, вот это я нарисовал жизнь, от ваших 20 лет до ваших, например, 60 лет. Потому что все, что до 20 лет, это ваше детство. Все, что после 60 лет, это ваш бонус. Вот это от 20 до 60, это ваши 4 активные цикла. У вас есть 4 цикла. В чем самый большой вызов? Начать это делать как можно раньше. Потому что чем дальше вы будете продвигаться по этому жизненному циклу, тем сложнее вам будет сокращать жизненные расходы. Потому что у вас будет семья, у вас будут дети, вам нужно будет помогать родителям, возникнут другие расходы. То вот задача ваша номер 1, это не максимальный доход вот в этой точке, а максимальная динамика дохода. Для того, чтобы была эта динамика, что нужно? Нужно вкладывать деньги в себя. Что это значит? В свое развитие, в свое образование. Если человек это товар, вам нужно понимать, каким образом вы создадите максимальную ценность своему товару, хотя бы к 30 годам. У вас есть на это, сори, 10 лет. 10 лет большой промежуток. Вы можете сделать это и за 5 лет, и за 3 года. Поэтому вы можете выбирать работу не как критерий, где больше заплатят, а где я получу самый уникальный опыт. Потому что вот я, например, как я уже сказал, сделал именно эти ошибки. Мне казалось, что моя жизнь никогда не будет идти вниз, потому что с каждым годом, с 20, почти до 30 лет я зарабатывал все больше. Мне казалось, что я могу спокойно тратить завтрашние деньги. Я фактически не формировал резерв, и мои инвестиции были не такими продуманными, не такими диверсифицированными. К чему это привело? В 2008 год привел к катастрофе. Квартира, которую я взял в ипотеку, стала неподъемным грузом. Плюс из-за этого у меня образовались личные долги и бизнес-долги, и в итоге 125 тысяч долга. Я счастлив, потому что 40-летие я встретил без долгов, с полностью собственной квартирой, уже другой, и с высокодоходным бизнесом. Почему? Я поменял принципиально свое отношение и к расходам, и к формированию резервов, и очень важно к формированию инвестиционного бюджета. Вы можете делать это, даже если зарабатываете 1000 долларов. Тем более, если вы зарабатываете 5. 100% если вы зарабатываете 10 или больше. Резюмируя этот выпуск, могу сказать, с деньгами все очень просто. Деньги – это хорошо, но жизнь непредсказуема. Поэтому, если вы зарабатывали вчера и зарабатываете сегодня, это совсем не значит, что вы будете зарабатывать завтра. Расходы должны максимально отставать от ваших доходов. Вам нужно покупать то, что вам нужно максимального качества, а не покупать то, что вам сегодня спонтанно захотелось. Вам нужно разделить свой бюджет на три части. Бюджет на жизнь и держать его максимально под контролем. Резерв, который вам позволит прожить от пары месяцев до пары лет без дохода. И сформировать инвестиционный бюджет, сделав который максимально диверсифицированным. Параллельно помня, что самая главная ваша инвестиция – это инвестиция в себя. Что еще вы хотите услышать в рубрике «Эксплейнер»? Пожалуйста, пишите в комментариях. А еще пять лучших комментариев получат пять книг из рубрики «Книжный червь» за лучшие истории, связанные с деньгами. Пишите в комментариях. Рубрика «Эксплейнер» будет выходить у нас ежемесячно на канале. И для того, чтобы не пропустить новые выпуски, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Зинге!